Ух, дружище, всмахнули пот, успокоили сердечко, которое колотится, а? Колотится. Естественно, чтобы ему не колотиться после битвы с таким дьяволом, но нас дальше ожидает самое страшное. Джо, готовь арену, нас ждет, финальное сражение, нас ждет. Дьявол, воплоти, его хозяин, Вайли. Субтитры сделал DimaTorzok Салют, дружище, наша арена вновь открывает свои ворота для всех желающих посмотреть на это зрелище эпохального мирового масштаба. Джо, готовы ли наши трибуны, готовы ли наша арена к сражениям? Готово, и ждет новых гладиаторов. Замечательно, потому что сегодня на арене будет твориться настоящее светопредставление. Да, у нас осталась последняя пара конкурсантов, но зато каких? Ого-го, один из них это загадочный док-робот. Он стоит всех роботов из восьмой части. И это не шутка и не красное словцо, это действительно так. Ну и, конечно же, гвоздь программы. Да, я обещал его в прошлый раз, но он слишком эпичный, слишком велик, чтобы его запихивать вместе с остальными роботами замка, да? Нас ожидает финальный босс Мегамэн-арены, во всяком случае, на данный момент. Да, дружище, придется вспомнить все, чему мы научились за все эти выпуски. Нужно будет размяться. Друзья, действительно, научились мы многому. И я хочу тебе сразу же признаться, я очень с большим сомнением относился к идее играть на клавиатуре, в файтинге. Потому что, ну, пожалуй, это единственный жанр, в который лучше всего, мне кажется, подходили бы джойстики. Но ты знаешь, несмотря на все сложности, мне кажется, что в арену, в Мегамэн-арену и вообще в платформе файтинги, они настолько легкие для восприятия, что в них можно играть на чем угодно. Я не удивлюсь, если однажды увижу где-нибудь объявление о том, что на арене бойцы играли при помощи, например, какой-то лаптоп или какой-нибудь гитары или дэнсборде в конце-то концов. И это будет неудивительно, потому что система здесь настолько интуитивная, понятная и приятная, что в нее можно играть с чего угодно. Мне хочется вспомнить Близзардовский слоган «Easy to start» или «Easy to learn» и «Hard to master». Действительно, много способностей, и ты все их можешь сразу же использовать. Но чтобы грамотно их подстраивать, тебе не нужно заучивать целые тысячи приемов и в нужный тайминг их делать. Это как-то интуитивно делается и легко и понятно сразу же. Но во время боя ты далеко не всегда соображаешь, как нужно действовать в сложившейся ситуации. И это, понимая даже я, игрок, вообще не игрок в файтинге. Потому что, к сожалению, мимо меня этот жанр абсолютно полностью прошел в свое время. Однако, даже такой человек, который не знаком с этим жанром, почувствовал весь драйв и кайф подобных игр просто за несколько выпусков. Наверное, в этом и состоит весь феномен Мегамэн-арены. А ты как считаешь, как тебе вообще наши посиделки и вообще сложившуюся игра? Ну, данная игра мне очень-очень понравилась. Комфортно играть. Я играю на геймпаде. Никаких проблем в управлении я не почувствовал. Драйвовая игра, хорошая музыка, хорошая компания. Что еще нужно? И действительно. Ну что же, друзья мои, пора. Мне кажется, теперь действительно пора отправляться на наш финальный бой. Что же, поехали. Ну что же, друзья мои, пришло время посмотреть на этого замечательного робота. Док-робота. Вот он, самый последний по списку, но не по значению. Давай посмотрим, кстати, какие у него есть расцветки у этого самого шансунга от мира Мегамэна. Ведь действительно он получает силы поглощенных им, вероятно, противников. Но получается, что он тогда поглотил всех роботов-мастеров из второй части Мегамэна. И вот сейчас готовится... Готовится он поглотить опять Хитмана. Но на самом деле в этой версии он может еще и сразиться с какими-нибудь роботами из третьей части. А впоследствии и из более прогрессивных. И показать, по чем фунт лиха. Ну давай посмотрим, какие у него вообще есть цвета. Ммм, первые две расцветки... Смотри, у него... О, какая бледная такая, жутковатенькая немножечко. И вообще какая-то такая, типа, некроманта что ли, что-то такое. Любопытные у него расцветки. Но я могу тебе сказать, что он, опять же, такими цветами больше похож на роботов, которых он поглощает. На силы, которые он использует в бою. На роботов из второй части они все были выполнены в таких, в более каких-то простых тонах. Да? Нечета, скажем, Снейкману. Да? Или еще как-нибудь Паровозманам. Я возьму... На этот раз давай я возьму такого темного черного док-робота. Он у меня почему-то с чем-то таким черным ассоциируется. Ну, я думаю, как и у многих. Он такой таинственный. Темная лошадка. Вот. Возьмем карту... Пока что возьмем ровную карту, потому что это уникальный случай. Я в прошлое рассказывал уникальный случай с Томагавкоменом, но на самом деле док-робот ему составляет отличную конкуренцию. Потому что это очень сложный для объяснения робот. Да ты сейчас сам все увидишь. Поехали, давайте посмотрим. Я вам покажу, расскажу, что он умеет. И после этого мы уже будем по-серьезному драться. Потому что это настоящий инвокер от мира Мегамена. Даже знаете, что я сделаю? Давайте посмотрим. Я вам никогда не показывал. Тут есть мувлист, что умеет персонаж. И вот, что умеет делать док-робот. Вы только оцените масштаб бедствия. Господи! Это просто какая-то жесть. Для сравнения можно взять... Да, для сравнения Томагавкомен тоже впечатляющий. Ну, например, Баблмен. Вот Баблмен, о котором я говорил. И вот док-робот. И у меня просто глаза разбегаются. Ты только посмотри, здесь зеленые цвета. Какие-то солнечные, оранжевые, синие. И действительно, этот парень много чего умеет. Ну, вообще, на самом деле, он не просто копирует способности персонажей. Да, у него есть и одна своя особенная интересная фишка. Она заключается в том, что если сделать обычный слайд, он как вампир, как упырь, начинает пожрать энергию своего противника. Да, в этом плане он очень схож с Шейдманом из седьмого Мегамена. Тот, правда, пил энергию вообще жизненную. Да, он как у Дракула был. А это, видимо, его такой наземный сотоварищ. Но этот робот интересен тем, что он не умеет слайдиться. Он вообще не умеет ни делать ни подкатов, ни лунной походки. Да, вот как раз счастливый Хитман, он может так делать. Видишь, катается вовсю. А, по-моему, он даже может сделать и лунную походку, да? Может, но не хочет почему-то. Ну, это не так легко. А, вот, вот, только что. Ну, она получается раз через раз. Я же зажимаю подкат, ничего не работает. Просто ничего. Но, если я зажму выстрел, вы сами видите, он меняет себе типы атаки первоначальной. Особенность интересная заключается в том, что он, к сожалению, а может и к счастью, чтобы голова не взорвалась просто, он не умеет менять все способности, знаешь, он не может приобрести, например, атаку того же самого Вудмана. На самом деле, атаку Вудмана классические вот эти вот листики и не очень-то и хочется приобретать, потому что они недалеко летят. А вот атаку, например, какого-нибудь металмена, пожалуйста, дисковые пилы, можешь ей пользоваться. Если хочешь, можешь стать квикменом, кидать бумеранги. И что самое особенное, ты еще и приобретаешь его скорость. Видишь, как он гоняет, как какой-нибудь бойщик, как какой-нибудь спидмен. Ну и энергию тратит на это все. Поэтому, наверное, здесь стоит брать, естественно, стоит брать именно металмена, потому что это самая полезная вообще атака в мире в мегаменовском раз, и ты попал в любой угол. Но это, опять же, не все, что он умеет. Он умеет, он умеет все, это мастер на все руки, черт возьми. Да, он может менять свои особенности. Вообще, так-то он не может каких-то супер-спешл-атак проводить, да, они у него недоступны. Если обычная его атака док-роботовская есть, да, у него, она выглядит как, ну, обычный выстрел мегамена, да, вот такой. Кстати, не совсем обычный, потому что он, по-моему, он, по-моему, только два раза стреляет, да. Больше двух раз он не стреляет, у него есть ограничения. Но спешлы он сразу же получает либо какие-нибудь силы Эйрмана, либо Крэшмана, либо Флэшмана. Да, того самого нашего замечательного Дио, который из прошлой серии, из прошлой части этой серии шлет привет. Ну, Эйрман, на самом деле, вот мне кажется, что от Эйрмана он взял, ну, не то чтобы самую бесполезную атаку, но не самую, скажем, крутую. У него, у Эйрмана, в старинной Эйрмана есть гораздо страшнее вида вооружения, да, вот, например, ты вот, дрободан, атака на четверть экрана, про которую, кстати, я внезапно для себя откопал. Про нее даже написано в мануале Мегамена-арены. Это шок для меня был настоящий. Я обычно думал, что в мануале, в Редми будет писаться управление, может быть, какой-нибудь сюжет. Такие, знаешь, ознакомительные вещи. А там есть отдельная статья, посвященная тому, как сражаться с Эйрменом, представляешь? Ну, Эйрмен под руководством док-робота, он не такой страшный. Он, ну, выпускает, знаете, таблачка. Собственно, атака, которую получает Мегамена в Эйрмана. Что он еще умеет у нас? Он умеет у нас, как Крэшман, кидать свои снаряды. Правда, опять же, я бы не сказал, что это самая такая газорная атака, как Крэшмана, потому что это высокий прыжок и бомба, которая наводится. Ну, я не знаю, у Крэшмана обычные снаряды помощнее. И опять же, вот эти вот его козыри, они не перекочевали в стан док-робота. Зато, дружище, главный козырь флешмана этот скотина получает. Он умеет устанавливать время. Прикинь. Еще один, еще один Дио у нас получается. Да, и это лишь один из его спешл. Второй спешл, он других роботов затрагивает, да? То есть это Баблмен. Вот это вот атака, которую получает, опять же, Мегамена, победив Баблмена. Это Хитман, да? Кто из нас более крутой? Сила огня, она неоспорима. Вот, он получает, опять же, силу Хитмана и... По-моему, кто у нас остался? Вудман, Вудман. От Вудмана, от старины Вудмана он берет, опять же, по-моему, не самую такую прямую классную способность, но самую ходовую. Да, вот эти броня лиственная, которую можно кидать в разные направления, этот, друзья мои, док-робот тоже умеет на себя навешивать. Вот такой этот персонаж. Я не знаю, в бою я смогу все это показать или нет, вот сразу же в реальном времени. Но, тем не менее, знакомьтесь, это действительно просто маэстро какой-то. Вот чем мне нравится Мегамена Арена? Тем, что здесь роботы-мастера, они реально очень сильно отличаются друг от друга. И геймплей за, скажем, какого-нибудь Джеймени Мэна взрывает мозг. Геймплей за док-робота тоже что-то совершенно такое необыкновенное. Или, например, если взять того же самого Томагахмена, который настроен на то, чтобы сближаться в ближний бой и рубиться. Это тоже, опять же, своя изюминка здесь есть. Итак, друзья мои, так как у меня док-робот, он будет выступать на карте, символичный для этого самого робота, потому что... Опа! Иди-ка сюда, потому что он мастер всех шести, восьми роботов-мастеров из второй части. Поэтому, мне кажется, будет правильно, если он будет именно здесь выступать в качестве босса, да? Там, где ты сражался с роботами-мастерами. И карта, на самом деле, очень такая забавная. Ну-ка, я знаю, что твой робот, он довольно требуительный по силе. А? А, дружище? Вы, чёрт возьми, я не ту кнопку нажимаю, господи! Господи, какая жесть! Ну-ка... Так, 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 мне нужно какую-то силу исп... Не приключай силу! Ну же! Так, мне нужна сила... Металмена. Она здесь, наверное, лучше всего рулит. Я не ту кнопку... Получай, гад! Так, 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 так. Дайте мне, пожалуйста... Вот, силу... Человека... Искры! Вот. Не знаю, друзья мои, на самом деле, за этого парня очень сложно... Как-то что-то внятно комментирует, потому что... Ты должен постоянно переключать внимание, понимать, кого тебе нужно взять... Чтобы вот так вот выступать и делать, да? Просто, я не знаю... По идее, я должен был бы попробовать сейчас, наверное... Свою основную силу... Использовать. Потому что... Если я сейчас из тебя энергию высосу... А-а-а-а, готовишься, готовишься? А ну-ка, знаешь что? Блин! Ну-ка, вот давай, так вот, силу Вудмара... Сила Вудмара блокирует! Энергию, энергию высосывай! А-а-а-а! Как, куда-куда-куда-куда? Черт возьми! Мне нужно попробовать еще... Вот, да-да-да-да-да-да! Силу Эрмена! Она как раз здесь хороша! Надо на полную катушку использовать своего робота-мастера... Опа! Хотя даже не совсем робот-мастер... Это скорее... Робот-мастер на все руки просто! Ух, черт! Ну-ка, энергия! Фу-фу-фу-фу! Блин! Жесть! Где-то, где-то, где-то... А-а-а! Я не туда кидаю из силы своих! Черт возьми! Вот так вот! А-а-а! Щит спас! Щит спасает! Ну-ка! И... У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Господи! Так, мне нужно сосредоточиться... А, где-то, где-то... М-м-м! Черт возьми! Немножечко! Нет! Черт! Й-и-и-и! Капец! А-а-а! Это было на донышке! Да! Ну, ты знаешь, я хочу еще! Я хочу еще разок попробовать! Я только-только начал чувствовать вкус! Мы обычно меняемся, но... Так как у нас сегодня выпуск особенный, да... Он не может же быть на 20 минут, правильно? Мы будем много уделять времени нашим сражающимся конкурсантам... И будет боев больше! Поэтому, пока что, я еще хочу посражаться за док робота! Мне очень сложно он дается, потому что... Ну, ты сам видел, у него целый список! Я говорил о том, что здесь роботы чувствуются, за них легко играть... И такой геймплей довольно-таки интуитивный! Но... Этот робот, он стоит особняком! Тут и карта была сложная, ну и... За него довольно трудно вот скатиться в колею! Но я хочу, опять же, еще попытаться! Возьму себе еще одну попутничку! После этого мы поменяемся местами! Я, наверное, эту карту оставлю, потому что она прикольная! Посмотрим, кому какая выпадет! Ааа, мне главное сейчас просто войти... Ооо, твоя карта! Кстати говоря... Не знаю, как она вообще может быть у такого горячего человека, как ты! Опа! Ой! Вот, да-да-да-да-да-да! Против... Против меня она и сыграла! Угу! Черт возьми! Боже мой! Мне нужно силу... Вудмана брать! И... И... И ходить просто в тебе! А ну! А ну! Блин! Черт! Жесть! Окей, ладно! Я могу, конечно, просто, типа, имбу включить такую! И... И ходить просто по тебе! И использовать силу металмана! Но так же, наверное, не сильно интересно! Но действенно! Но это действенно! Вообще, наверное, у него есть какие-то такие силы, которые особенно хороши! Да, например, металмен! Это, например, наверное, огненная атака, как раз хитмановская! Но, к слову, вудмановская защита, кстати, тоже очень хороша! Чем этот робот интересен? Тем, что он, опять же, разноплановый! Ты можешь подстраиваться под львого противника! Хотя он не очень мобильный! Единственное его свойство и возможность стать быстрее, это взять в себе основную силу Квикмана! Но он становится тогда слишком неуправляемым! Ладно! Давай теперь я попробую взять вот этого человека... Таким лицом! Я не знаю, у меня всё время веселит выражение лица не только хитмана, но и вообще всех роботов, у которых такие круглые глаза и у них такой сонный взгляд! Такое ощущение, будто бы он просто кайфует! Что-то с ним явно не то случилось! Но давайте посмотрим этого человека зажигалку! Какие у него есть расцветки! Он может быть синенький такой зажигалки, зелёный! Ну, в общем-то, как я уже и сказал, с расцветками здесь всё довольно-таки простенько! Да? Давай я возьму... Ну, давай я возьму оригинального, как раз красного вот этого хитмана и на этот раз поменяю стадию, например, на какую-нибудь... Ну, вообще, наверное, любитель прямых стадий таких, чтобы свою особую зажигалочку использовать как следует... Поэтому я, наверное, взял бы... Какую-нибудь, знаешь, такую стадию, где... На самом деле, хитман, он умеет то же самое, что умел и в виде робота-босса, да, из второй части, то есть превращается в звёздок огня, и при этом эта сила очень много требует энергии, да? Он может кидать... Огонь может кидать... Огонь может кидать... Огонь может кидать... Огонь может кидать... Ну, друзья, у нас сегодня особый случай, как я сказал, мы будем побольше сражений проводить, и я ещё разок тогда сейчас сыграю за хитман, знаешь, у нас получается так, два раза сыграл за вот этого док-робота, два раза сыграл за хитмана, ну и посмотрим ещё, вдруг ещё какие-то бы сражения, а? Я оставлю свою огненную карту, карту, где встречается хитман, и посмотрим, что этот робот умеет, ну, как я уже сказал, он каких-то прям особых секретов и изысков нам не приготовит, да, он имеет свой Atomic Fire, который получает Megaman, заряжать, но особенно интересно то, что, когда у него заряжен Atomic Fire, при прыжке втором, он может превращаться вот в такую струю пламени, ну и просто так он в неё, естественно, умеет превращаться, и кидать огни. Казалось бы, не так уж и много всего, но это, это прикольно. Погоди-ка, ты можешь всё-таки, ты... Вейфдэш, да. Нифига себе. Вот так. А как так-то? Как оказалось, не знаю. Единственное, что я хочу сказать, за этого робота надо очень чётко чувствовать энергию. Вообще-то много таких ребят, которые требовательны к тому, насколько ты уже мастеровитый игрок в Megaman'е, там, па, успел фикелочек кинуть. Да, отлично. Слушай, это просто шикарная сила. Притом, я так понимаю, комната простая, прямая для Hitman'а, это вообще идеально. То есть ты берёшь и летишь на всю длину. Ай! Давай, давай! Нет. Я зарядился всё-таки. Я вот... Я не знаю, я пока что ещё не совсем привык к его вот этому, знаешь, полёту флэша, когда он подпрыгивает и летит уже в виде какого-то супермена, в виде такого струи огня. Он это делает не сразу. Я вообще об этом узнал только совсем недавно и долгое время пытался понять, как его заставить превратиться в струю плавления в воздухе. А дело в том, что там в описании написано, вы нажимаете прыжок, когда вы заряжены и всё. Но на самом деле всё не так просто. Нужно два раза зажать прыжок и быть в это время заряженным обычным снарядом, а не вот этой вот зажигательной атакой, которая у него как спешл. Тем не менее, друзья мои, я не просто так сказал в прошлом выпуске, что у нас тут крупное обновление. Дело в том, что оно принесло с собой не только различное множество изменений, там, багов каких-то и дополнительных, вот, например, видишь, правил, которые можно показывать, да, менять их, вот, например, тот же самый слепой выбор можно выставить и добавить какой-то такой остроты для сражения, да, когда ни ты не знаешь, с кого будешь играть, ни твой противник сам тоже не понимает, против кого ему выступать. То же самое касается, скажем, выбора карт. Да, много каких-то таких вот правок было, но кое-что интересное для нас это обновление также принесло. Да, друзья мои, я хочу сейчас поменять своего робота внезапно на старого доброго Топмана, потому что он научился, всего лишь прошло-то парочку недель, он научился за это время кое-чему новенькому. Один у него новый приём, я хочу вам показать. Ну и просто потому, что я люблю Топмана, я его тоже возьму. Ну, это сложный босс, за него нужно, опять же, уметь играть, но он клёвый, за него кайфово просто играть, ты за него чувствуешь себя настоящим человеком-юлой. И в знак своей юлистости я, наверное, возьму вот такой вот фиолетовый цвет. Ему всё по-фиолетовому просто будет, всё фиолетово. А вот что не фиолетово, это, наверное, уровень. Давай-ка... Вообще-то, по идее, ему хорошо бы какую-нибудь ровную брать поверхность, опять же, он сильно зависит от карты. Ну, слушайте... Давайте я возьму... Допустим... Блин, это... Я, с одной стороны, не хочу брать прямую карту, потому что, ну, это что это такое? Постоянно на одной и той же ровной площадке. А с другой стороны, этот робот требует... Он прямо тебя припирает к стенке и говорит, Ты будешь сегодня на прямой поверхности сражаться, иначе я с тобой не... Никак не хочу сотрудничать. Ну нет, друзья мои, мы не пойдём на поводу этого топмана. Возьмём карту какую-нибудь... Вот такую, мне кажется, она... Да, наверное, вот такую я возьму карту. Она идеально подходит под его новую способность. Здесь будет много различных поверхностей. И, друзья мои, давайте посмотрим, чему же научился наш старинат. Топман. Ну, а против меня останется вот этот вот зловещий тиран, который будет сражаться на загрузочном экране. Господи, это... Вот это, на самом деле, совсем страшная карта для топмана, потому что здесь очень легко упасть и пропасть с концами. Дело всё в том, что, друзья мои, топман теперь умеет подкидывать свои юлы, да, и они... Если раньше он мог их оставлять на месте, кидать, чтобы они катались, да, теперь он научился ещё и их с навеса вверх подкидывать. Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, мне тут даже свою коронку не использовать! Поэтому придётся мне как-то, я не знаю, что-то выдумывать и использовать вот такие юлы. И вообще, оставлять свои маленькие юлы и новенькую способность в виде подкидывающихся юлки дать, да? Так, опа! И, короче, того. Во! Окей, ладно, я тогда ещё вот эти юлы запущу. Они же... Кстати, интересно, а не все у нас уроны или нет? Ну-ка, ты любишь здесь сражаться, да, тогда? Ну-ка! Вот так вот! Так вот, а я буду тебе подкидывать их, а? Во! 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 Как раз отлично! Моя новая способность себя показывает, наконец-таки! Очень сложно, конечно, ещё здесь затопано, потому что... Ай-яй-яй! Потому что ты скользишь! И ты можешь просто взять и в пропасть улететь! Так-так-так, используем особую фишку! А! Ну-ка! Кидай-кидай-кидай-кидай! Господи, Боже мой! У-и-и-и-и-и-и! А-а! Но я сражался как мог Хорош, поздравляю Спасибо В общем-то, казалось бы, ничего особенного Просто новая способность Для основной атаки Но черт возьми, это круто И этой способности находится в применении Вот такой вот он топмен И вот так он вырос Или упал, потому что сейчас он не смог победить Но в личном своем понимании Он вырос И получил новую способность Что ж, друзья мои Давайте теперь я возьму себе вот этого теневого магната Я возьму себе Дайте-ка мне моего Темного, темного властелина Черного повелителя И сразимся на какой-нибудь карте А может я как раз то и оставлю карту Сразимся против старины Ниддлмена Потому что мы его давненько уже не видели И, дружище, я хочу спросить твое мнение По поводу этого игольчатого человека Поехали, давайте посмотрим Что у нас будет за карта на рулетке Я хочу узнать, как тебе вообще О, твоя карта выпала Как тебе будет играться за этого парня Да, и тем более его давненько просто не было Но на самом деле Ниддлмен, он довольно-таки веселый робот На него, например, можно сверху насаживаться И у него, вроде как, у единственного из стандартных персонажей Которые сейчас доступны По-другому выглядит дэш То есть он тут Можно просто отдэшиться Ну да, он, кстати, так довольно классно ползает Ну да, можно просто дэшиться И не атаковать своего противника Потому что... Да, и при том У него уникальная атака получается Он просто может прыгать на тебя, да? Вот так вот под тобой прыгать И таким образом побеждать получается Да, это ему атак Вообще персонаж очень интересный Но вот то, что у него атака, конечно, это расходует энергию Может загнать тебя В очень сложную ситуацию Так, так, так Ай, ай-яй-яй Ну или если... Я попробую сейчас использовать силу Крэшмана О, смотри-ка, как получилось Ей, конечно, пользоваться не совсем удобно Потому что ты сначала подпрыгиваешь, да? Основная, получается, фишка Которая здесь Крэшману дана Да, это то, что он Ну, высоко прыгает О, нифига себе! Слушай, а может быть как-то Можно даже показывать, куда Стрелять? Хотя, он, с другой стороны Он же, насколько я понимаю Целится прямо в противника Это как у тебя, к примеру, за Ниддлмен Есть возможность при высоком прыжке Опять же, стрелять с наведением Есть тут целый ряд роботов Которые высоко прыгают И выстреливают как раз Прямиком в противника свой снаряд То есть это как раз-таки Ниддлмен Это Крэшман Кто-то... Кто еще у нас такой был Из высокопрыгающих? По-моему, высоко прыгает Шейдмен Но он не кидает Прямо в Шейдлмен Но не кидает прямо в противника Металмен Кстати, Металмен как раз Тоже закидывает в противника Свои снаряды Правильно Это действительно так Ну что же, друзья мои Давайте проведем финальное сражение Хотя я уже на самом деле запутался Сколько у нас было сражение Изначально я думал дать им Нашим док-роботам Нашим конкурсантам По пять сражений Но, по-моему, мы уже далеко Зашли за это число Но, тем не менее Я хочу Ммм... Я хочу, наверное, еще раз попробовать Док-робота Потому что За этого парня сложно, опять же Играть, но Это как-то по-другому ощущается А ты, дружище, кого хочешь взять? Я тоже возьму Док-робота Ага, битва Док-роботов Так, только я тогда Поменяю, наверное, себе карту Ага Я вообще хотел когда-то Взять Интересную Такую картишку Не знаю Может она И не совсем будет Частливой лично для меня Но Вот она Да, вот Металмен 2 Ну, мне хочется на нее посмотреть Она выглядит просто Музыгодробительно Посмотрим Что сейчас будет Может быть, будет твоя Флешменовская карта Вообще, у меня все Карты, которые связаны с Флешменом Тоже довольно неприятные Такие Оставляют воспоминания Но Выпала моя карта Здесь будет Как мы близко начали друг к другу Здесь будет, наверное, постоянно меняться Сила Ну-ка Ой-ей-ей Так-так-так-так Блин Ага Я возьму, наверное Силу Эрмана Да нет Сила Эрмана Ну, такое дело Куда ты летишь? Не в ту сторону полетел Ё-моё Ну, капец просто Отличная карта Да Ну да Здесь, в принципе, сила Металмена идеально подходит Ну же Ну-ну-ну-ну-ну-ну Тут не хватает Какойś Быстрой Внезапной смерти Как и у Червяка Да-да-да-да-да Потому что здесь Приходится, знаешь, такая Битва Двух стратегов Вот именно Об этом Речь и идет Так А ну-ка Че? А-а-а-а-а-а-а А, Челует Да ну, это какая-то группа уха непонятная Самая третичная битва за все выпуски Да, слушай Ой И ты решил тоже, тоже решил покончить с собой Жесть, слушай, да, карта действительно динамичная, но в то же время очень сложная Еще из-за таких роботов, это, конечно, жесть та еще Ну, друзья мои, так или иначе, вот так вот прошел наш финальный раунд Прошел как-то странно, но интересно Мне понравились и Хитман, и Дог-робот Да и, в принципе, довольно прикольно, что даже в микроапдейтах роботов, которые уже были добавлены Их подтягивают, они добавляют какие-то новые способности Это здорово И, возможно, даже в следующем микроапдейте, скажем, какого-нибудь из, например, того же самого Баблмена Или робота из третьей части Появится еще новенькая атака, что сделает игру еще более захватывающей и закрученной Но, друзья мои, нас ожидает финальное сражение Нас ожидает гвоздь программы, как я его назвал Так что, друзья мои, следите, сейчас будет самое интересное Да, друзья мои, вы правильно догадались, у нас остался финальный босс Гигант среди роботов-мастеров, вообще среди роботов-вайли Гамма И он не просто так у нас заслуженно получил место финального босса Дело в том, что вы сами все сейчас увидите И на самом деле, что самое крутое Нас здесь сразу же готовят к жести Потому что, ты сам видишь, нас ничто не встречает Никаких противников, ничего подобного Нам дают отожраться, нам дают бонусы И вообще, я могу тебе сказать, что Вот мой док-робот, он довольно печально должен брать эти все бонусы Потому что он не умеет скользить Он не может высоко прыгать Правда, правда Я же только что говорил, что у меня есть сила Крэшмана И потому, давайте я попробую ее использовать Мне надо как-то Так Мне нужно вовремя подгадать момент Потому что это, ну, сам видишь, вот эти вот прыжки Мои любимые прыжки Киберменовские прям Когда ты бьешься просто головой о потолок Нужно в последний момент просто пойти Блин Погоди, я вообще взял силу Крэшмана Вот она у меня есть Теперь мне нужно встать на последнюю платформу Ах В последний момент надо сделать этот прыжок Вот Это все-таки реально Высокие прыжки они решают Но это очень сложно делается Как вы уже поняли Интересно, что будет, если я попробую? Забудьте Неважно Ну что ж, друзья Пойдемте посмотрим Что приготовил нам на этот раз в Таринавале Хотя, стоп Мне нужно подготовиться Я, наверное, возьму Но Крэшмана брать Это будет жесть Потому что там у него будут шипы Ты сам помнишь Гамма, он любит кулаками поработать И кулаки у него Ваншотят Да, это шипы классические Энергию я из него никакую не высосу Поэтому сила обычная Док-роботовская не подойдет Да У нас будет такое восстание Док-робота Он возьмет силу Ну, естественно, наверное, силу тогда возьмет Нашего Металмена Потому что он самый лучший робот Самый эффективный А вторую, какую бы мне взять силу? Может быть, взять Водомновскую силу? Как ты думаешь, дружище? Что бы подошло? Мне кажется, либо мне нужно брать силу Эйрмана Потому что она будет вверх стрелять А ты сам помнишь, гамма, он наверху будет в основном Ну, гигант Да Либо мне взять Крэшмана, чтобы высоко прыгать Ну, поначалу, мне кажется, нужно что-то, что можно Ну, может, и Эйрман подойдет Давай, да, возьмем Эйрмана Вторая сила у меня будет Щит Ну, да, щит, наверное, наиболее эффективный Ну, и сила Металмена На самом деле, я могу даже вот отсюда по нему стрелять Вот он как раз Пока еще не ваяли своей персоной, да? Друзья мои, поначалу этот босс Не кажется сложным Ну, он, в общем-то, и в оригинале не был сложным Но, друзья, он не просто так Он шифруется, да? Он не просто так Нас Финальным боссом стал Даже вторая стадия, которая была в оригинале Она, опять же, ничего Давайте я буду защищать, кстати Спасибо По-моему, я много-немного ему сил сношу Не знаю, давай я даже вниз пойду Аккуратно там же щиты Ну, он кулаком бьет Так, я, я, пожалуй, силу возьму Ой-ой, промазанный Эйрмана 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 Он прям по мне стреляет Слушай, давай я буду пока уворачиваться, а ты его вали Потому что он вообще меня ненавидит Он Он, друзья мои, повержен Мы победили Вайли Это был очень сложный босс, да? Изи Изи Но, друзья, не все так просто Вторая стадия Гамма версии 2.0 Включается эффектная музыка И начинается полная жесть Бах Он начинает кучу атак проводить Они все убивают Убивают Господи У него какие-то лазеры появляются И, мне кажется, мы здесь надолго застрянем Хоть лазеры не ваншотят Капец Ты только посмотри, что это такое Какой-то Тоха Стайл Все 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 Друзья мои Это будет интересно Ладно, давайте еще раз попробуем с этим боссом сразиться Это будет жаркий бой Фух Наверное, мне сейчас все-таки стоит брать энергетанк сверху Поделим силы побраски тебе, жизнь, мне Я, наверное, все-таки возьму силу Крэшмана Господи Опять брать Ну, что поделать Да, это Это боль Фух Я как-то еще истинную силу успел взять Металмен хорошо за себя зарекомендовал Ну, вот, наверное, Вудман, опять же, неплох, потому что он защищает от выстрелов А вот что касается Эйрмана Ну, я не сильно им пользовался Я, по-моему, вообще им ни разу не воспользовался Поэтому я возьму Крэшмана просто из-за высокого прыжка Плюс, наверное, его граната будет очень большой урон ему наносить Ну, давай поначалу просто сейчас разберемся с первой стадии Ее можно легко проскипать Да Вставай на позицию Все, он Это самый легкий гамма, который вы когда-либо видели Площик он таким остался Вот, собственно, и все Теперь, давай, ты его будешь валить, я буду просто бегать Потому что, ну да, он сразу же видит цель, не видит преград А, смотри-ка, он в тебя стреляет Господи, да Так Я буду готовиться, что он в меня стреляет Хорошо Так Ну-ка А у тебя нет намежения, как ты нажимаешься, да? На самом деле, я даже не знаю Я возьму сейчас энергетон, потому что в третьей стадии мне банки не пригодятся, мне кажется, вообще Так, я сразу наверх прыгнул Не нужно, он же сейчас кулаками будет бить сверху Блин, а я могу только сверху, кстати, это печально А, слушай, а ты можешь? Так Он в него не наводится Капец Слушай, значит, мне надо, конечно, использовать только Ну-ка Сколько я ему, кстати, наношу урона Здесь отличная позиция Только Только лазер Лазеры снимают Он шутит Я же еще жив Капец Так, друзья мои, давайте мы сейчас встретимся на боссе сразу, потому что пока я буду эту банку брать, наверное, пройдет сто лет Ну поехали, друзья мои На этот раз у нас союз ниндзя и... Да У нас, в общем, это союз таких двух ребят, которые стреляют по разным диагоналям, да Он такой ниндзя и теневой тоже воин, боец Док-робот Восстание док-робота Ты думал, что твой гамма, Вайли, это самое мощное оружие в мире? Но на самом деле Вот кто Силен По-настоящему Роботы из третьей части Док-робот Шейдер 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 Шейдер-мен Шейдер-мен Блин, мне все время хочется его назвать Шейдман Но это не Шейдман За столько лет уже столько Всяких разных роботов-мастеров добавилось Среди всех частей Мегамена Что начинаешь уже невольно путаться Бляха Муха Так, надо внизу стоять Я Обалдеть Просто обалдеть Давай, тащи Тут главное просто Так, он смотрит Слушай, можешь смотреть по глазам Видишь, он в какую сторону, типа, будет сейчас Убить своими кулаками Он туда и смотрит Влево, вправо А потом по центру Друзья мои, тут какой-то, видимо, есть дикий рандом Потому что в этот раз в вопросиках Вот в этих вот Энерджи-емкостях Не попалось в жизни Да, вообще ничего не попало Только пополнение сил попалось, да? ХП Не более того Кстати, знаешь что? Я, наверное, все-таки возьму Эйрмена Потому что Мне Какой там В третьей стадии Мне вообще не надо наверх идти Потому что он меня кулаками Просто так уделывает За милую душу Хорошо хотя бы Он не атакует Слева-справа Да? Он все-таки с правой стороны Бьет кулаком своим Так, надо быть аккуратнее Хотя Сейчас будет уже не важно Сейчас у него будут такие атаки Что просто забей Так Я, наверное, тогда Нет, с другой стороны Мне Эйрмена Здесь не поможет Кидай Если бы Так Он Он смотрит Смотрит Куда будет бить кулаком Так Я, наверное, попробую пока что Ой, блин Угу Я думал он будет кулаком бить Стоп 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 Так Надо просто привыкнуть к этой атаке У-у-у-у Я Чего-то не ожидал А у него какие-то они новые Смотри Появляются Он по-разному свои лазеры выставляет Так Кулак улетит Смотри Видишь Он слева смотрит Направо смотрит По центру Так По центру По центру Знаешь, мне это очень напоминает Геймбоевскую версию Донки Конга Дело в том, что Там финальный босс тоже гигантский Донкич И он точно так же кулаками бил сверху И потом их складывал в ладоши Слушай А он реально вообще не хочет в него целиться Почему-то у меня Видимо Какое-то, не знаю Чувство долга Чего вообще Док-робота заставляет Не стрелять Силой Крэшмена Прям по гамме Видимо не знает В кого надо палить Да Это как директива У Рубокопа Я не могу атаковать старшего брата Нет Да-да-да Ну я больше, чем человек Знаешь, как Мегамэн сказал Когда сражался в седьмой части С доктором Вайле Да Типа Ты же просто робот Я не просто робот Я больше, чем робот Так, надо Защищаться Так Одна Вторая А сейчас высокий прыжок Я не успел А я спас Хорош, а ты Хорош Только Я просто не забыл Сиди за Так Я, видимо, слишком поздно прыгаю Надо, наверное, совершать высокий прыжок Когда еще кулаков не видно Ну да Потому что За счет того, что ты высоко улетаешь Угу Угу Ну я не знаю Так ли я высоко прыгаю, как ты Вдруг все-таки Разница между высоким прыжком У, скажем Того же самого Шейдер Шейдер Короче, ты понял У Шэдовмена И, например Крэшмена Они разные Да И, например Шейдер Боже мой Я почему-то все время Хочу его назвать Шэдерменом Шейдерменом Сейчас надо будет трассировку он кидать В противников Лучи просто Вот эти трехмерности Ну что ж Давайте попробуем Снова в который раз Ну, собственно А что можно было ожидать От финального босса Действительно В этот раз Вайли подготовился Знатно Знаешь Это, наверное, даже символично Я думаю, что И в последующих частях Мегамэн-арены Вот такие, наверное Финальные Вайли-машины Должны обладать Целыми какими-то Новыми секциями Стадий Да И они будут реально уже Какой-то челлендж представляют Как это и Заповедовал нам Старина Мегамэн Да Точно так же было С Вайли-пришельцем У него было много новых атак Ну Не то чтобы очень много Но Он реально по-другому себя вел И это было довольно сложно Особенно в первые разы И тут то же самое Все остальные боссы Они Были довольно неприятными Но В принципе Они не слишком сильно Отличались от своих Оригинальных версий Да У них какие-то новые Атаки добавлялись Но То, что мы здесь Сейчас видим Это просто Феноменально Так Кулаки Так Сейчас он будет прыгать Да Что ж такое-то А Я все время Господи Он опять сейчас будет бить Осторожно Прыгаем В этот раз Пролучилось Наконец-таки Так Лазер Ага Стреляй Стреляй Пока мы живы Мы его можем замочить Я защиту делаю Спасибо Ты остался один Окей Ладно Так 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 Давай Прошу Уру Я ударился Об Вайли И просто Атака Хорош Молись Вайли Своему лучшему Витворению Нет, раз Не Видал Мне А, Док Мэну Док Робот Уточнее Погодите Я же могу Двигаться Я не хочу Умирать стоп-стоп-стоп-стоп да боже мой обвал обвал друзья мои это было в заставке по третьему мегамена ну здесь мне кажется меня будут просто завалить на хрен что хотите сказать погодите друзья вроде понял мы победили или нет да то было написано ну там было написано но по идее там был обвал слушай знаешь что давай мы попробуем сейчас еще раз до этого момента дожить ты видел там были места куда не падали камни вообще справа нет сбоку справа там один раз камень упал он разбился ну справа он один раз упал да а слева по центру был вообще пустой какой-то промежуток ну хорошо 2 2 2 2 успешно кулаков вот это было просто эпично так друзья мои теперь самое главное смотри видите что тут блок вот сюда падал вообще камень или нет справа один раз камень упал разбился все все дошли мы до этого довольно быстро бодренько у нас есть жизни посмотрим получится ли нам ну да слушай мы уже на самом деле до этого дела доходили и он рандомно кидает свои такие камни руки у меня есть жизнь дополнительная посмотрим получится ли у меня что-то так блин застроить здесь окей с каждым разом все меньше и меньше становится место ну 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 закончим можно пойти друзья мои и теперь действительно можно сказать что мы прошли его и выжили при этом и свалили офигенно друзья мои это вот за это на самом деле я хочу пожать руку разработчику потому что даже такой финал он держит в напряжении ты победил босса значит это как стиль боши что ли какой-то да несмотря на то что ты в любом случае вроде как победитель ну как-то ощущение более полный когда ты сбегаешь никогда тебя заваливает как по классике в мегамэне по моему как раз в мегамэне третьем то мегамэна и завалило но его спас блюзман здесь про то мэн нас не спасает потому что такой док робот это противник воисконный но тем не менее док робот сам сам себе про то мэн да он сам себя сможет спасти и теперь можно действительно сказать что мы официально прошли гамму на самом деле я даже сейчас начну сомневаться в том что это реально но как вы видите все реально ну что ж друзья мои мне кажется можно на этой ноте мажорной подвести итоги мегамэн арене и ты знаешь что я даже не знаю что сейчас сказать потому что мы с вами на этот проект смотрели о нем говорили на протяжении каждого из выпусков и все что я хотел я уже давным давно рассказал это действительно стоящая игра и мне очень хотелось бы чтобы она дальше развивалась потому что у нее потенциал огромный играя за роботов мастеров ты действительно их прочувствуешь я могу сказать только одно когда я изначально взялся за мегамэн арену и решил в него сыграть она мне показалось интересный но я не расчувствовал все изюминки а именно благодаря нашим с тобой посиделкам джо меня эта игра затянула еще сильнее потому что для меня начали роботы раскрываться с новой стороны с какой-то такой своей новой грани это интересное чувство и я надеюсь что еще испытаю и не раз в мегамэн арене а как насчет тебя джо ведь мы с тобой столько прошли бок о бок как тебе мегамэн арена насколько она тебе понравилась запомнилась если какие-то впечатления которые ты хотел бы поделиться но я подведу тогда итоги со своей стороны со стороны напарника игра мне в принципе понравилось но в одиночку я бы не стал так погружаться в эту игру не попробовал бы всех роботов мастеров скорее всего я выбрал бы парочку роботов научился бы за них худо-бедно играть и на этом бы дело закончилось и такие многогранные ребят как док-робот тамагаукман джеминем они для меня бы остались за бортом и я бы никогда скорее всего их и не выбирал бы а так я узнал об этой игре достаточно много нового благодаря артему и хотел бы его поблагодарить за то что он меня пригласил на данное мероприятие и хотел бы поблагодарить вас за то что вы прошли с нами такой длинный путь надеюсь мы с вами еще увидимся в следующих мегамэн апдейтах и игра будет становиться только лучше и лучше спасибо вам дорогие друзья и до новых встреч что ж друзья такой была эта игра мегамэн арена я уверен она еще откроет свои ворота в будущем для нас но пока время отдыхать после тяжелых сражений встретимся с вами в других приключениях до новых встреч удачи вам и пока мегамэн арена я